Всем привет-привет! Сегодня мы встали рано и ездили в город Мариинский Посад. Забирали документы у катастрофа инженера. Мы решили оформить свой домик, как положено, то есть сделать все документы и оформить его как дом, а не как баня, для того, чтобы провести газ. Катастрофа инженер нам подготовил план, сделал все замеры. Заплатили мы за эту услугу, Саша, сколько мы заплатили за эту услугу? 5,650. 5,650. Теперь мы едем в первое Чурашевское сельское поселение, к голове поселения, для того, чтобы сдать ему документы. Дальше он должен будет их сдать в МФЦ для регистрации дома, как жилого объекта. Что тебе там еще сказал катастрофа инженер? Ну, еще о собственности. И получить документ о собственности на дом, да? Да. Ну, там, короче, говорит, все, два в одном, говорит, сейчас сделается, и будет регистрироваться в госреестре это строение. И, как бы, свидетельство о собственности там будет. То есть дом у нас будет стоять уже официально, а не просто так построенный объект. Непринятно какой. Ну да, и теперь за него уже налоги будут вычислять. Ну и что, у нас площадь дома совсем маленькая. Да. 36 всего квадратных метров. Даже меньше вышло, потому что он там посчитал, ты если посмотришь, по внутренней стене это... Ну, я по наружной не говорил. Ну, по наружной, да, а считается по внутренней, по-моему, площади, жилая площадь. Там написано в документах. Непринятно. Что еще? Ну и все, и если что еще, обращайтесь, говорите. Буду рад вам помочь. Непринятно. Спасибо, говорит, что-то обратились к нам. Спасибо. После того, как пройдем всю регистрацию, будем, наверное, оформлять документы на газ, да? Ну, да, подключение, газификация нашего жилого строения. Не знаю, там какие-то требования, Вера, еще предъявятся. Что там нужно будет делать. Будем исполнять требования, которые нам предъявят снаружи, машинка поворачивает. Мы же уже были в этом газпромснабжении, или как там называется. В газовой службе нам предоставили список, который необходимо сдать для того, чтобы провести газификацию. Подготовить документов и прочих вещей. Ну, там не такой большой список, в принципе. Погода сегодня не очень. Уже несколько дней такая погода стоит холодно. Идет дождь постоянно практически. Сыро и промерзгло, промерзгло. Не хочется выходить. Вот сейчас мы подъезжаем уже к нашей деревне. Справа. Справа находится деревня. А слева будет поворот налево. Участки с луговой травой, которые... Смотрите, пожалуйста, вводите на руку. Поверните налево. Повернем налево. И поедем к главе поселения. Сельсовет наш. Мы уже там были неоднократно. В принципе, люди отзывчивые. Помогают и быстро решают все вопросы. Мы также получили разрешение на проведение земляных работ. Для того, чтобы завести воду к нам на участок. Но пока еще не доделали все это дело. То есть теперь нам надо искать трактор. И работников, которые нам помогут все это сделать. То есть выкопать эту канаву. Длина будет трубопровода от колодца до дома. Порядка 50 метров. Нужно будет купить трубы. Фитинги, арматуру. Выкопать траншею. Все это уложить и закопать траншею. Чтобы у нас было постоянное зимнее водоснабжение. Иначе у нас только летняя вода. Не трясите машину, пожалуйста. Леньте так. Вот такой интересный знак. Молочно-товарная верба. Через 300 метров продолжайте движение прямо. Знак 1 Чурашевская. Село первое Чурашево. Вот как нас трясет и трясет. Интересные такие построечки. Это наверное ток. Советские. Зерноток наверное очищали здесь зерно. Здесь походу лесопилочка. Здесь что-то пилят все время. Срубы стоят. Дрова. Дрова. Наготавливают. Съезжаем в деревню. Турмики. Весы. Через 300 метров. Ваше место назначения. Путь справа. Почта Россия. Избербанная. Мы уже практически подъехали. Здесь в этом здании на улице. Ваше место назначения. Путь справа. Клуб. И администрация сельского поселения. Ну все Александр. Счастливо. Вперед. Пришел Саша. И расскажет что там было. Рассказывайте Александр. Ну что. Документы сдал. Где-то 5 рабочих дней. Будет в МФЦ обрабатывать их. Ну получается со следующей недели. Где-то в понедельник. Тебе надо будет звонить. О главе. И узнавать. Когда. Что готово будет. Можно будет забрать. Да. Где забрать я правда не знаю. То ли там. То ли здесь. Это не уточнило я честно говоря. Он звонил туда в МФЦ. И спрашивал. Можем ли мы привезти сами. Нет. Они не разрешают. Глава поселения должен привезти. И ждать в МФЦ получается. Наш пакет документов. Пакет документов. Не только так. Ясно. Мы все ждем тогда результата. Да. Заплатил 350 тысяч. 350 рублей. Не знаю. Вот. За оформление еще. За оформление наверное. Да. То ли пошли. Оригиналы тоже забрали документы. Все. Все из пакет забрали. Ясно. Ладно. Может прокатимся по деревне. Снимем. Что ты. Не знаю. Как скажешь. Давай. Поехали. Вперед. Все. Отъезжаем от сельского совета. И едем по улице. По деревне мы еще где не катались. Не смотрели. С левой стороны магазин. Фирменный магазин. Аконт. Чувашские сладости. Конфетки. Хрустняшки. Там Валерия. Здесь домики видно. Многоквартирные домики. Есть. Вот что. Октябрьское райпо. Магазин. Капторговский. Старинный магазин. Газовые трубы находятся здесь на поверхности. Вот проходят вдоль деревни. Люди гуляют. С колясочками. Смотрим на домики. Интересно где какие домики. Сыраюшки. Домики. И поворотик. И улица закончилась. Неплохие такие домики. Кирпичные. В основном. Техника присутствует. И все. И выезжаем по ходу. Ну, субик такой неплохой. Туда ты хочешь поехать? Ну, давай поедем туда. Что там такое? Давай посмотрим. Интересно. Попытно. Так, что там у нас? Ну, здесь огородики. Дальше домики опять. Не трясите, пожалуйста. Не трясите. Тут что-то какое-то интересное. Такой домик. А, нет. Гаражик. Гараж на две машины. Вот так интересно. Здорово. Ой, ты хочешь на эту улицу? Я что-то совсем не хочу на эту улицу. Ты разворачиваешься. Посмотри, какой интересный домик. Симпатичный. Два гаражика, беседка и домик. Вообще классный. Мне понравилось. Ну, это, получается, каркасники, скорее всего, да? Не знаю, не могу сказать. Что-то и садинга. Беседка шикарная. Ну, давай, если хочешь, проедем по этой улице, посмотрим. Не знаю, как скажешь. Сильно не тряси только. Только сильно не тряси. Везде установлены по улице мусорные контейнеры. Здесь побольше, чем у нашей деревни. Ну, у нас деревни-то, извините, сколько? Думаю, я пчелся. Тоже дома где-то хорошенькие, где-то не очень. Машина все трясет, трясет. Колодец такой. Колодец, колодец. Дай воды напиться. Вот, а там какой-то памятник. Наверное, участникам Великой Отечественной войны. И даже телефонная болтка. Да, они сражались за Родину. Называется. Гуляют гуси. Может, обратно вернемся? Смотри, в середине тут овраг, походу. Да, посреди овраг тоже. Глубокий, видимо, овраг. Нам придется где-то разворачиваться. Давайте, Александр, развернемся и вернемся. Вот такие у нас деревни. В основном везде овраги. Посреди деревни, рядом с деревней. Предлагаю развернуться и вернуться обратно. Поворот, 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 поворот. Возвращаемся обратно. Так, выедем на дорогу, начну дальше снимать. Так, выехали мы на дорогу. Посмотрели деревеньку. А теперь сейчас нужно нам будет заехать в магазин и купить корм для кроликов. А то у нас заканчивается. Здесь такой магазин неплохой. Валерия. Мы здесь покупаем и зерно, и корм для животных, и продукты. И хостовары даже там есть. Да, магазин Валерия. Александр, разворачиваемся. Так, сейчас мы здесь приобретем необходимые нам товары. Были в магазинчике, купили корм для кроликов. Килограмм корма стоит 25 рублей. Но корм не хороший, такой весь рассыпчатый. Мы решили съездить в Чебоксары на рынок, на Южный. А сегодня что у нас? Какой день недели? Ну, неважно. Вдруг он не работает? Ну, они в тот раз в понедельник тоже работали. И купить там корм. Там корм был гораздо лучше. Поэтому мы едем в Чебоксары. Проезжаем сейчас поселок Кургеси. Почти проехали. Здесь тоже разные дома. Есть и частные дома. И есть многоквартирные дома. Через 500 метров поверните направо. Кольцо. Будем проезжать и плавно въезжать в Чебоксары. Видно здесь направо Москва, налево Казань. Поверните направо. Здесь по дороге есть разные достопримечательности. Мы туда не зайдем. Дорога оживленная. Машин много. направо. 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 Сейчас уже въехали в Чебоксары. Движение еще более оживленное. Уже три полосы с каждой стороны. Вот здесь на кольце такая интересная девушка стоит. «Из цветов в цветочная клумба». Заезжайте с перекрестка с круговым движением. Через 300 метров... ваше местоназначение будет слева. Скоро-скоро подъедем к нашему любимому почти рыночку, на котором мы уже бываем чаще, чем на вещевом рынке. Смотри, здесь езжай, как тебе удобно. Мы уже изучили подъезды, с какой стороны подъехать было бы лучше к нашему магазинчику с кандикормами и зерном. Сегодня мы планируем купить корм для кроликов и кукурузу для того, чтобы делать тропленку для остальных птичек наших. Сейчас свернем за угол и подъедем. Поверните направо. Затем поверните направо. Подъезжаем. Вот наше место. Мы подъехали. Все, мы все закупили, все, что нам нужно было. Мы купили мясокосную муку по 25 рублей килограмм. о трубе купили 280 рублей мешок в мешке 28 килограмм. Еще мы купили корм для кроликов по 25 рублей килограмм в мешке 25 килограмм. Ну так, теперь едем домой. Единственное, что не купили. Кукурузу. Мы хотели купить кукурузу, но прошляпили. Кукуруза, продажа кончилась. Будет только уже, когда сказали? В ноябре. В ноябре. Ну что, трогаемся? В путь домой. Закупили. Ну, едем. Где же там рыночек-то? Вот он, рыночек. Будет главный вход сейчас. Так, а где рыночек? Мы с другой стороны проехали, что ли? Да. Сейчас будем проезжать. Значит, проехали рыночек. Мы туда сейчас мимо него и проедем. Угу. Ну все, пока-пока. Обратную дорогу уже снимать не буду. Ну, я вам... Ну, пока-пока.